Ни интернета, ни женщин. Жизнь полярника полна работы. 20-я украинская экспедиция в Антарктиду начнется уже через пару недель. Полярники будут считать пингвинов, изучать озоновую дыру и влияние антарктического климата на человека. В составе делегации уже в третий раз одессит Александр Зулас. Весь ближайший год он и еще 12 человек будут изучать Антарктиду. Мы проводим исследования по глобальному изменению климата, это в метео. По океанологии мы проводим исследования по измерению вертикальных разрезов, проливов. Измерения общего уровня озона в атмосфере ведутся для прогнозирования перемещения озоновой дыры над Антарктикой. Она как раз находится, ее центр как раз находится над нашей станцией. Полярники всей Антарктиды помогают друг другу и дружат с станциями. На континенте свои атмосферы и свои праздники. Главным для полярников считается Мидвинтер. В этот день устраиваются спортивные соревнования и обязательные праздничные купания. И роется прорубь, и все должны в это время искупаться, все должны быть в галстуках. Считается, что станция имени академика Вернадского самая гостеприимная. Кроме своего гостеприимства, полярники могут похвастаться местной достопримечательностью. Украинский бар – один из красивейших в Антарктиде. Когда-то в одной из экспедиций его сделали два плотника. Они за этот год построили этот бар, все дерево туда истратили. И это стало достопримечательностью нашей, но их потом выгнали вообще с работы за это. Александр, исследуя климат, успокаивает, что пока глобального потепления боятся рано. А озоновая дыра не такая страшная, как о ней рассказывают. К тому же, по его словам, год, проведенный в Антарктиде, убирает из организма все радионуклиды.